Бригада приезжих московских врачей продолжает работу в медицинских учреждениях городов и районов Дагестана. Специалисты Минздрава России уже ознакомились с тем, как организована медпомощь в ряде лечебных заведений. Так, в больнице скорой помощи и федеральные врачи проверили, как налажена работа в красной и зеленой зонах, а также проконсультировали пациентов, находящихся в реанимации. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Есть слово. Медики работают в республике уже почти две недели. В рамках рабочей командировки они посетили 18 медицинских учреждений. Лично осмотрели пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое. Накануне они проверили работу и второй городской. В наши функции входило консультирование тяжелых больных, неясных больных. Мы со своей стороны внесли ряд корректировок в дозировки, в сочетание лекарственных препаратов. В основном это касалось от театропного лечения, симптоматической терапии, антибиотикотерапии, антикоагулянтов. Но в целом, надо сказать, что грамотно подбираются схемы, терапия проводится на современном уровне. За последние 10 дней федеральные специалисты проконсультировали уже порядка 230 жителей республики. Около 70 из них – это пациенты, которые находятся на реанимационных койках. Как сообщает Минздрав Дагестана, помощник федерального министра и 6 специалистов профильных институтов трудятся практически в круглосуточном режиме, чтобы успеть оказать консультативную помощь как можно большему числу коллег и пациентов. Отметим, схема лечения больных подбирается и корректируется в соответствии с рекомендациями специалистов федеральных медцентров. Медики выезжают в районы и города республики, а иногда консультируют и дистанционно посредством телемедицины. Самые яркие впечатления – это забвение, с которым ваши сотрудники работают с больными. И врачи, и медсестры сутками, неделями, месяцами, не выходя из этих ковидных отделений. Это производит самое большое впечатление, уважение, восхищение. И мы можем поучиться этому у них. Отметим, что федеральные специалисты возьмут на себя и подготовку кадров для строящихся новых медцентров. По данным Минздрава, к этой работе будут подключать специалистов, относящихся к структуре Дагестанского медицинского университета. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова